Весна 1979 года выдалась на Средней Волге необыкновенно дружной. Она в раз взломала лед, и вместе с ним колокочущие волны внесли накопившийся за зиму строительный мусор. Оставляя с собой пенистый след, по бездонной глади Богатырской реки помчались огромные многопалубные электроходы, торпедообразные ракеты и метеоры. Вот в один из таких весенних дней, окончив рабочую смену, следователи Иван Михайлович Садкин и Алексей Николаевич Алексеев спустились по Пионерской улице. Час назад в областном суде был вынесен приговор Куранову и его сообщникам. И теперь можно было забыть об этом деле. Ночь. Коптерка. Домино. Из второго цеха. Гости. День рождения у Кости. И кончается вино. Несколько лет назад, вот в такой же день, Курасов вернулся с работы под хмельком. Еще принес с собой бутылку Старки и закуску. И про сына Петьку тоже не забыл. Торжественно протянул ему пакет мандаринов, за который наверняка заплатил спекулянтам не меньше пятерки. Зная прижимистый характер мужа, Лизавета подумала, вот видна, блажь накатила. Служа спросила, что? Видать, Колым хороший подвернулся. Бери выше, женушка. Кошелек, что ли, на дороге нашел? Ну вот кошелек. Еще выше. Тогда Лизавета развела руками. Ну уж тогда не знаю, что и предполагать-то. Вот то-то же, ответил довольный Курасов. Аккуратно поставив на стол бутылку водки, он вынул из авоськи венгерское сала-шпик, посыпанное перцем. Банку килек в томатном соусе и целлофановый пакет с малосольными огурцами. Окинув все это взглядом, Курасов явно остался доволен. Вот то-то я и говорю, женушка. Куда тебе догадаться? Кишка тонка. Ну, жена-то у тебя всегда дура, засуетилась Лизавета. Да уж ладно, ладно, что ты, обижаться-то? На заводе премию отвалили. Ой, Вася, и много. Нам с тобой хватит. Но не это главное. Главное, что фотографию мою на доску почет повесили. Так Курасов сидел с женой, пока они вместе не опорожнили бутылку. Лизавету при этом заметно повело, а у него ни в одном глазу. Такое с Курасовым бывало. Например, когда был чем-нибудь озабочен, встревожен или, напротив, обрадован, как сегодня. Кто же такой был этот Василий Курасов? И что его так обрадовало? Свою первую кражу Курасов совершил еще в 46-м, когда ему шел 19-й год. Кража прошла вполне успешно. Правда, в бумажнике, которую он вытащил на вокзале из кармана пожилого майора с гвардейскими усами, оказалось всего-навсего 700 рублей с копейками дореформенных денег. Не густо. Но ведь и дались они без особых усилий. И времени ушло не ахти сколько. Потом была еще одна кража. И еще одна. А потом суд, приговор, выход на свободу. И новые грабежи и кражи, и новые приговоры. Но потом все как будто стало по-другому. Совсем по-другому. И вот сегодня на доске почета цеха, в котором работал Курасов, появилась еще одна фотография. А под ней подпись. Дежурный слесарь-сантехник В.В. Курасов. На подготовку к последнему, и как он сам определил решительному выходу на грабительскую тропу, Курасов затратил 7 лет. И все эти 7 лет ему не давали покоя два вопроса. Где ему развернуться, и из кого сколотить немногочисленную, но надежную группу. После долгих и бессонных ночей он решил, карманы и квартиры нужно исключить полностью. Люди поумнели, и теперь самая последняя базарная торговка прячет деньги не в глиняной кубышке, а норовит отнести ее на сберегательную книжку. Нет, карманы и квартиры нам не подойдут. Вот если шуровать по сейфам не очень больших магазинов и организаций, вот здесь, пожалуй, будет чем поживиться. С вторым вопросом было сложнее. Сначала Курасов решил прощупать своего сменщика на заводе. Мол, прочел я тут в газете одну занятную заметку. Один парень сейф взял, а в нем 10 пачек денег. Ну и чего? Спросил сменщик. Как чего? Взял он эти деньги? Да нет, я не об этом спрашиваю. Чего с парнем-то с этим? Арестовали, арестовали. И дали срок, ответил Курасов. А я б его с волоту к стенке поставил, сказал сменщик, чтобы на чужой каравай рот не разевал. Подобное же зондирование Курасов провел еще несколько раз, пока не нашел того, кого искал. Им оказался некто Виктор Ковалев, 20 лет от роду, безработный, встретившийся Курасову на цыганском рынке, недалеко от завода. Вторым подельником стал деверь Иван, имевший за плечами пять судимостей и сразу смекнувший, что к чему. Прихватив с собой полулитровку, Курасов уединился с дружками во дворе за столиком. Когда опорожнили ее, сбегали за другой полулитровкой. А потом дело было решено. И осталось привести задуманное в исполнение. Между тем, лет подходило к концу. Днем еще бывало тепло и солнечно, а по ночам уже чувствовалось прохладное дыхание приближающейся осени, и часто накрапывал дождь. Таким вот хмурым и пасмурным выдался и вечер в ночь на 22 августа. По низкому небу, извиваясь змеиными луками, плыли тяжело набухшие тучи. Ротяжно и тоскливо забывал холодный ветер. Но лучшей погодки не придумаешь, подвлитворенно заметил Курасов. Пора. Когда вышли к магазину, моросил мелкий дождь. Занки снимать будем, поинтересовался. Подельник жарким шепотом. Но Курасов тихо гибнул на окно. Через него полезем. Окно было защищено решеткой, которая состояла из прутев и каждой толщиной палец. Но с помощью ломика фонки решетку оторвали и через окно проникли в магазин. В магазине подельник хотел сразу же метнуться к полке с вином и водкой. Но Курасов стиснул ему плечо железной рукой. За мной эти решенные тенью он проник к сейфу. Но прежде чем скрывать его, положил на коробку обрез, чтобы был под рукой. После этого натянул на руки резиновые перчатки и точно такую же пару дал своему дружку. Только после этого они взяли пилу и веселись за сейф. Пилили попеременно, без отдыха. Сначала была перепилена верхняя петля, потом нижняя. После этого снова пустили вход в универсальный ломик. А когда дверка сейфа наконец поддалась, внутри грабители увидели аккуратно сложенные пачки денег. Благополучно вернувшись домой в слесарку, дружки пересчитали добычу. Оказалось 5297 рублей. В течение осени 1977 зимовесны 1978 года шайка, созданная Василием Курасовым, действовала как хорошо отлаженный механизм. Ограбление следовало за ограблением. Село Алтуховка Кенель-Черкасского района, село Калиновка Сергеевского, Парфеновка Кенельского, Яблоневый Овраг Волжского. Почерк был визитем и тем же. Взломанные замки или отодранные от окон решетки, вскрыты сейфы, похищенные товарно-материальные ценности. Рысь, вышедшая на тропу охоты, продолжала свое кровавое дело. Рысь охотилась. А следователи из уголовного розыска ломали голову, как им поймать ее в капкан. Вот об этом и думали теперь здесь, на набережной реки Волги, весенним вечером 1979 следователи следователи Саткин и Алексеев думали о том, как первыми в руки правоохранителей попались дружки Курасова. Ведь предупреждал он их, чтобы без него на дело не ходили. Но не послушались. Взяли их в селе Калиновка Сергиевского района. Схватились, было за обрезы, но выстрелить не успели. Вокруг запястья того и другого щелкнули металлические наручники. Самого Курасова брали на десятый день после задержания его шайки. Как раз дня за два перед этим надолго затянувшаяся осень отступила перед первыми морозами. Лужи затянуло ледком и вся земля покрылась чем-то белым. Стало светло, как на праздник. На завод, где работал Курасов, опергруппа прибыла вечером. Кадровик по просьбе сотрудника уголовного розыска снял трубку и попросил Курасова зайти на несколько минут. Вот он появился. Сначала шел с видом человека, которому нечего опасаться, но потом вдруг, заподозрив неладное, пошел медленнее и, наконец, метнулся к забору. Но теперь ему было уже не уйти, и через несколько минут он уже лежал распластанный на земле. Не уйти ему было и от фактов. Сколько бы он не грозил следователям, и сколько бы не впадал в истерику. А весной 79-го суд подвел итог преступной охоте Курасова, положив конец его бесчинству. Ты сегодня младший брат три литрухи и назад с вами был Михаил Перепелкин.